Привет, друзья! С вами, как всегда, дядюшка Али Шоу с новой невероятно крутой подборкой с Алика. Зима уже совсем близко. Готовитесь к сезону снежков и ледяных сосулек. А может, у вас уже был первый снег? В такую погоду надо пить тёплый чаёк, завернувшись в мягкие пледы, смотреть что-то новенького на маркетплейсе, верно? Ну да ладно, меньше разговоров. Марш проверять подписку, делать колокольчик серым и обязательно в конце выпуска ставить лайк. А также в конце вас ждёт новый конкурс на смартфон Samsung Galaxy A53. Всё готово? Тогда поехали! И начнём с полезной штуки. Турбореактивная воздуходувка. В технологии используется высокоскоростной бесщеточный двигатель со сжатым воздухом. 110 тысяч оборотов в минуту. Куда такая мощь, спросите вы? А я вам отвечу, почисти технику от лишней пыли. Продудь салон автомобиля, опять же, в качестве экспресс-уборки дома. Быстренько сдуть всё лишнее со столешницы и чистота. Конечно, это тебе не тряпочка со специальными средствами для очистки, но если уж очень надо что-то по-быстрому продуть, вполне подойдёт. Как часто вы выбираетесь на природу? Ну или может у вас возникает необходимость в дополнительном переносе вещей? Не всё помещается в рюкзак и на дополнительное грузоместо? Для таких необходимостей есть шикарное решение. Вот такой карабин. Очень удобная штука в плане переноса чего-то тяжёлого или грязного. У крюка встроенный шнур на 85 см, максимальный вес, который вы можете повесить на карабин, до 3,5 кг. С таким приспособлением классно ходить в поход, ну или в мусор выбрасывать. А что, зацепил сзади рюкзака и пошёл на мусорку, и руки свободны, и ароматов лишних не чувствуешь. Воу любителям подводного мира посвящается. Подводный скутер – компактная штука, которая легко может прокатить тебя на глубине до 50 метров. Не требует специального обучения. Если вы думаете, что плавать с такой штукой можно только на морях, то нет, вполне хватит бассейна. Такой мини-аттракцион. Выглядит прикольно. А главное, что у него достаточно мощная тяга, которая выдерживает даже взрослого человека. У аппарата две скорости, максимальная около 6 км в час и минимальная 3,5 км в час. Некисло для морского плавания. А теперь прикоснёмся к прекрасному миру гейминга. Вы знали, что споры о контроллерах сродни спорам о Apple и Android. Xbox и PlayStation, мастодонты в мире приставок, поэтому как раз вокруг них и крутятся главные битвы. Но тут на арену вышел Xiaomi, и офигели все. Почему? Потому что контроллер по форме очень сильно напоминает джойстик PlayStation, и даже виброштуки и всякие плюшки по переключению перекликаются с плойкой. Но вот коннектится он к Windows, Android и iOS, то есть к вашему ПК, телефону и Xbox, шах и мат. Из приятных плюшек геймпад беспроводной. Гибридная крестовина легко подключается к мобилке и даже имеет кронштейн для поддержки. Приятный пластик, как и всё у Xiaomi, очень тактильный и приятный. Так что пара часов у бокса покажется истинным наслаждением. В общем, если вы ищете что-то как у плойки, но на Xbox, то вот это как раз то самое. Ещё немного про приятную тактильность, только немного в другой области. Антистресс монетка. Крутится-вертится, сечение сверху прикольно щёлкают. Регулируемое тактильное устройство, два типа щелчка. Благодаря сменным насадкам можно соединить с крюком и с мелкими сечениями и использовать как спиннер. Можно соединить две монетки и получится прикольный кликер. Вообще у устройства масса модификаций, которые можно использовать в зависимости от предпочтений. Круто, что монетки имеют компактный размер, легко можно бросить в карман и достать в удобную минуту. Ну и разнообразие насадок не надоест. Поговорим о безопасности. Световой день неумолимо сокращается, темнеет рано, но отказывать себе в прогулке или пробежке совсем не хочется. И рисковать нежелательно. В тёмной одежде в темноте вас совсем не видно, проезжающим мимо авто. Для таких целей появился крутой световой LED-жилет. Но если не использовать для улицы, можно закатить тусу. Хе-хе, удобное крепление на поясе будет комфортно для любых занятий, бег или катания на велосипеде. Жилет не сковывает движения и не давит на органы. При этом яркость и режим подсветки вы можете регулировать самостоятельно. Встроенный фонарик – ещё один приятный бонус. Не все районы хорошо освещены. Поэтому функция дополнительного света действительно полезна. В общем, устройство крутое. Нет ничего важнее собственной безопасности. Мне совсем не хочется далеко уходить от мира игр, поэтому вот мини-приставка для крутого проведения свободного времени. По сути, это даже не игровая приставка, а что-то вроде мини-компьютера. Особенность системы с чёрно-белым экраном, мини-процессор, возможность соединения с Wi-Fi и Bluetooth-порт. Если не использовать приставку, она уйдёт в спящий режим, а на экране появится циферблат. Невероятно компактное устройство помещается в ладони. Что удобно, ведь понадобится совсем немного места для того, чтобы взять её с собой. Сбоку расположен дополнительный контроллер. Он используется далеко не во всех играх, но для некоторых он прям очень необходим. Это отличительная черта приставки, такого нет ни у одного геймбоя. Если вы думаете, что с парой игр вам будет скучно, и приставка быстро надоест, то приготовьтесь удивиться, что для приставки ежегодно разрабатывается около 400 игр, а те, что выпущены, регулярно получают дополнения. Короче, скучно не будет, точно. Беспроводные зарядки прочно вошли в нашу жизнь, и изрядно облегчили многие жизненные процессы. Особенно круто, если беспроводная зарядка с функцией ускоренного заряда. Ну, типа положил девайс, попил кофейку, и телефон заряжен, и тебе приятно. Поэтому давайте посмотрим на вот такое устройство от Белкина. Прелесть этой зарядки в том, что можно зарядить сразу три устройства – телефон, часы и наушники. Изначально Белкин производит зарядки для Apple, но я уверен, что устройство совместимо со всеми девайсами, с возможностью беспроводного Flip Charge. Вот еще одно мега полезное устройство для быта. Лично у меня частенько получается не отремонтировать, а доломать. И такой же я человек. А все потому, что я слишком старательный, затягиваю гайки по самой неболой. Вот для таких, как я и предназначено это устройство. Это цифровой динамометрический ключ при плотном затягивании, показывает на электронном табло плотность и силу затяга гайки. Погрешность примерно в полпроцента. Это достаточно точно. При этом устройство имеет память для того, чтобы вы сами не запутались, сколько и когда накрутили. Работает от двух батареек типа А3А. Весит всего 200 грамм. Удобно брать с собой. В наборе есть несколько насадок. Пора нам и расслабиться. Как насчет музыки в идеально чистом звучании? Вот эти наушники с шикарным шумодавом, Bluetooth 5.1, внутриканальной конструкцией, защитой от воды и пыли, возможности быстрой зарядки, емкость у аккумуляторов 400 мАч и возможностью воспроизведения от 20 до 200 Гц. Звучит неплохо, правда? Да и выглядят они просто шикарно. Футуристичный обтекаемый чехол плотно держит уши внутри за счет магнитов. Сами наушники плотно прилегают и подстраиваются подушную раковину. В наборе есть несколько силиконовых амбюшюр разного размера. Коннектится по Bluetooth к разным устройствам. Вполне можно считать их универсальными. Что по гигиене? Нет, я не про пресловутое мытье рук перед едвой, а про приятное спа в душе. Тема мытья ног не просто не раскрыта, а пристально скрывается и ускользает от нас каждый раз, как только мы принимаемся за это занятие. Поэтому я раскопал вот такой крутой резиновый коврик с мелкими силиконовыми ворсинками. Присосками он крепится к дну ванной или душевой и плотно оседает там. Достаточно капнуть пару капель моющего средства и пару раз шоркнуть ногами. Вам приятно, и ноги чисты. А сам коврик гигиеничен, резина не впитывает практически ничего. Так что достаточно промыть душевой лейкой и оставить до следующего похода в ванную. Колдунство чистой воды. Двусторонняя клейкая лента для тяжелых предметов. Использовать можно даже в сырых помещениях типа ванной. Нано-лента – это простое решение всех проблем с клеем. Кроме того, эта настенная лента снимается чисто и легко, без липких следов и повреждений. В целом, использовать ее можно где угодно. И абсолютно на любых поверхностях. Универсальное крепление, которое не оставляет следов, пригодно к повторным использованиям. Производитель утверждает, что ленту можно снять, промыть и после высыхания использовать повторно. Пора развлекать братьев наших меньших. Пушистики нуждаются в играх и внимании. Поэтому можно подкинуть им вот такую автоматическую перезаряжаемую рыбеху. Внутри игрушки пластмассовый механизм и аккумулятор. Ну, как в полноценной игрушке. Что-то мне подсказывает, что такая рыбка привлечет внимание не только котиков, но и домашним пёселям будет прикольно поиграть. Заряжается просто от USB. Времени прерывной работы до трех часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы уиграть домашнего зверя. Магнитный браслет для строительства – удобная штука. Мало того, что на самом браслете шурупы, гвозди и прочие подручные штуки держатся хорошо и крепятся за счет мощного магнита, вшитого внутрь плотной ткани. А в самом браслете есть карманы. Думаю, с таким браслетом удобно выполнять работы где-то на высоте. Просто потому, что неудобно тащить с собой весь арсенал гвоздей. А так по-быстрому что-то прибить очень удобно. Ох, как же часто летом в самую жаркую погоду я нарвался на эту уловку с пустым контейнером для льда в морозилке. Кажется, вот эта штука способна спасти положение. Да, сейчас это не так актуально, как летом, но лед все же нужен в быту. Итак, это многоразовые кубики из нержавеющей стали, изготовленные из пищевой стали. Не впитывают запахи и вкусы, бессрочное использование. Да, можно закинуть пару кубиков горячий чай, приготовить коктейль или положить на ушиб. Все так же, как и с обычными ледышками, только они постоянно под рукой. Если велосипед занимает не последнее место в вашей жизни, то стоит присмотреться к этому устройству. Очень полезная и функциональная штука. Измеритель натяжения спиц TM1 точно и надежно измеряет абсолютное натяжение каждой спицы в колесе. А также относительное натяжение между всеми спицами колеса. Простой в использовании агрегат работает практически с любыми велосипедными спицами, независимо от диаметра, материала или формы. Устройство точно подойдет вам, если вы занимаетесь сборкой или правкой колес, диагностикой проблем или сборкой новых велосипедов. Так, ну вот эта штука подойдет любителям розыгрышей. Но постоянно пугаться быстро надоест, так что просто управлять игрушкой с берега тоже прикольно. Еще можно использовать голову в качестве пугала. И так, это просто огромная маска крокодила. Выполнена достаточно реалистично. Издалека очень похоже на настоящего хищника. С моторчиком на пульте управления плывет ровно с той скоростью, с которой обычно плавает рептилия 10-15 км в час. Передатчик 2,4 ГГц плавно и четко передает сигнал без помех. Перезаряжаемое устройство рассчитано на 500 мАч. Это примерно 15-20 минут покатушек. Пульт работает от батареек. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу. Но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A53. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Владислав Миюсов. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока.